Желтые жилеты вновь вышли на улицы Франции пятую неделю подряд. Демонстранты по всей стране протестуют против экономической политики Эммануэля Макрона. В Париже работает наш специальный корреспондент Николай Соколов. Он выходит на прямую связь со студией. Коля приветствует. Сколько людей участвует в манифестанции? Что происходит сейчас на улицах Парижа? А как реагируют жандармы? Здравствуй, Маша. На самом деле связь немного пропадает. Посмотрите, кадры в режиме реального времени передаем. Подходим чуть ближе. Посмотрите, вокруг туристы ходят без защитных предметов. Мы уже подготовились. В этом случае лучше подготовиться, чем нет. Посмотрите, сколько полиции. Кадры в режиме реального времени передаем. Вот, как вы видите, у полиции туристов не пропускают, потому что дальше может быть опасно. Я вижу, что у полиции есть противогазы. Кроме того, пушки. Опять будут те самые резиновые пули, если подойдем чуть дальше. Но это еще не все. Покажу оператору. Смотрите, рядом торговый центр, знаменитый магазин. Один из во Франции, в котором очень много книг. Постоянно в выходные дни здесь очень много покупателей, туристов. Вот, смотрите, получается усилен досмотр туристов. Но, если пройдем чуть дальше, мы увидим уже тех самых демонстрантов. Пойдем чуть дальше, пока позволяет эфирное время. По сути, начнется вот провокация. Если идем дальше, оператор пойдет вперед специально, чтобы показать. Вы видите, здесь специальный отряд полиции. Это спецназ, у которых есть в том числе и даже обнестрельное оружие. Кроме этого, специальные железные дубинки. Но вот те самые протестующие, о которых мы говорили. Посмотрите, если опять же подойдут чуть ближе, они как можно ближе подходят к полиции. Люди пытаются проехать на велосипеде. Конечно, в этот день на велосипеде ничего вообще здесь не ездить. У нас, как всегда, подготовлен противогаз. Посмотрите, они подошли все ближе. Если поднять чуть выше камеру, мы увидим, что протестующие собрались возле полиции, одевают маски. Это значит, что в ближайшее время, скорее всего, следоточивый газ здесь могут применить. Ну и, кстати, знаю, что меры безопасности, конечно, везде усилены. В Париже опять сегодня неспокойно. Сразу в нескольких точках города. Сколько людей вышло на улицы, трудно даже сказать. Если, опять же, мы повернемся в сторону площади, мы увидим очень много людей, не только те самые желтые жилеты, но и другие. И вот, что рассказали сегодня нам местные жители Парижа и, конечно, представители полицейского департамента. У коллеги связь на самом деле постоянно пропадает. Возможно, что здесь заработали так называемые глушилки, поэтому подводиться к другим комментариям, возможно, уже не буду. Полиция уже сегодня применялась издачивый газ на нескольких точках. Многие туристы все равно не уходят, они думают, что это шоу. Возможно, они приехали только сегодня. Пытаются сфотографировать, но наша сегодняшняя группа хорошо помнит. В прошлую субботу именно в этом районе начали применять издачивый газ. По этой причине сегодня, опять же, если мы вернемся, по этой причине сегодня торговый центр не работает, все закрыто. Здесь, как видите, стеклянная витрина осталась, но очень многие забили доской. Здесь, при выключениях, обязательно, конечно, постараемся все это показать. Ну и позади меня метро. Сегодня более полусотни станций в городе закрыты. Обстановка по-прежнему сложная. Будет следить за разительной ситуацией, обязательно все расскажем в эфире. Коллеги. Да, Коль, спасибо. Пожалуйста, себя берегите. Вы нам еще пригодитесь очень в следующих эфирах. Наш специальный корреспондент Николай Соколов о пятой волне протестов во Франции. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!